Здравствуйте! Рада приветствовать вас в Доме знаний. Вы просмотрели запись урока русского языка по теме «Частица как служебная часть речи. Разряды частиц». Во время вебинара мы попробуем расширить наше представление по этой теме и ответить на часто задаваемые вопросы. В самом начале давайте вспомним, чем же отличаются служебные слова от самостоятельных. Служебные слова не имеют лексического значения. Не являются членами предложения, но могут входить в их состав. Основным признаком является их неизменяемость. Еще одной особенностью является то, что к служебным частям речи нельзя задать вопрос. Как мы уже обозначили, сегодня речь пойдет об одной из служебных частей речи – частице. Чем же отличается частица, как служебная часть речи, от предлога и союза? У каждой служебной части речи существует своя функция в связной речи. Предлог выражает отношения между самостоятельными словами, словосочетаниями и предложениями. Пойду в сад, обойдемся без него. Союз – это средство связи между отдельными словами, однородными членами предложения и частями сложных предложений. Частица, как служебная часть речи, вносит различные смысловые оттенки в высказывания, тем самым служит для передачи субъективного отношения говорящего к тому, о чем идет речь. Чтобы убедиться в этом, давайте выразительно прочтем небольшой текст. В безлунную ночь посмотрим на небо. Как много звезд на черном бархатном пологе. Разве звездам не тесно там? Вот стремительно летит звездочка вниз. Куда же она упадет? Неужели сгорит, не долетев до земли? Звезд стало меньше. Надо бы их пересчитать. Очень часто школьники путают союз «и» с частицей «и». Как их отличать? Как мы уже сегодня говорили, союз «и» соединяет однородные члены предложения и простые предложения в составе сложного. Например, на улице снег и вьюга. В этом предложении «и» соединяет однородные члены. «Вчера было тепло, и мы решили пойти на море». А в этом предложении «и» соединяет два простых предложения в составе одного сложно сочиненного. Так как частица «и» ничего не соединяет, она усиливает значение слов, при которых употребляются. Например, «постоянно ходить грустным» в этом и заключается его представление о романтическом поведении. Как отличить частицу от наречия? Наречие – это самостоятельная часть речи. Следовательно, к нему можно задать вопрос. Он говорил «как» – «просто». Задача решена «как» – «точно». К частице вопрос задать нельзя. «Да ты просто молодец!» «Ты точно маленький ребенок!» На какие группы делятся частицы? В связи со значением и функцией в предложении частицы делятся на три группы. Смысловые, или их называют модальными, формообразующие и отрицательные. Какую функцию выполняют формообразующие частицы? Формообразующих частиц совсем немного. Это частицы «бы», «пусть», «пускай», «да», «давай», «давайте». Они служат для образования форм условного и повелительного наклонений глагола. «Не пошел бы дождь, мы бы весь день провели на улице». «Давай пойдем к морю», «пусть всегда будет мир и согласие в вашем доме». Частица «бы» служит показателем условного наклонения глагола. Это компонент глагольной формы. Частица входит в сказуемое вместе с глагольной формой. Значит, формообразующие частицы включаются в состав членов предложения. «Собираемся поскорее, не хотелось бы опоздать на поезд. Мы вернулись бы вовремя, если бы не проливной дождь». Частица «давай» – показатель повелительного наклонения. «Давай съездим за город». «Давай съездим» – это побуждение к совместному действию. Здесь это сказуемое определенно личного предложения. Следовательно, формообразующие частицы – это частицы, участвующие в образовании форм условного и повелительного наклонений глаголов. В предложении они выступают вместе с глаголом, даже если не стоят рядом и являются одним членом предложения. Отдельно частицы членами предложений быть не могут. Какова же роль смысловых частиц? Основную массу русских частиц составляют смысловые частицы. Поскольку они могут выражать широкий спектр значений, то важно знать, на какие разряды по значению они делятся. Вот посмотрите, смысловые частицы по значению распадаются на отрицательные, вопросительные, указательные, уточняющие, ограничительно-выделительные, восклицательные, усилительные и частицы сомнения. Давайте посмотрим, как они используются в предложениях. Вдаль тянулась лишь голая степь. Использована выделительно-ограничительная частица лишь. Было темно, не видно даже луны на небе. Здесь использована отрицательная частица не и усилительная частица даже. Байкал – это самое глубокое озеро с пресной водой. Здесь использована указательная частица эта. Порывистый ветер с моря всё укрепчал. Здесь использована усилительная частица «всё». Вот и дни стали заметно короче. Указательная частица «вот и». Теперь мы едва ли успеем на поезд. Частица сомнения – «ли». Какие бывают частицы по составу? По составу они могут быть простыми, если состоят из одного слова, и составными, которые состоят из двух или более слов. По происхождению различают непроизводные частицы. Производные образуются от слов других частей речи, чаще всего от местоимений, глаголов и наречий. Важно знать, что частицы не имеют своих словообразовательных средств. Они пополняются за счёт других частей речи, по отношению к которым выступают обычно как аммонимы. Итак, производные частицы могут быть аммонимичны «прилагательным», «местоимением», «числительным», «наречием», «глаголом», «союзом». Переход в частицы связан с утратой словом своего категориального значения и развитием значения частицы. Основной приём, позволяющий разграничивать частицы от других частей речи – это замена синонимом. Так в предложении «Ой, Юлька, у тебя одни шалости на уме» «Одни частица равна частице только». «Я мужа своего, если уж не любить, так хоть уважать должна». Частица «хоть» равна по крайней мере. «Ты любишь нас, хоть и рождён среди богатого народа, хоть союз равно несмотря на то, что. Я так думаю, что ты не прав, так усилительная частица. Так рассказывал, что все смеялись. Так здесь использовано наречие, конечно же. Интересен факт того, что некоторые частицы могут относиться не к одному, а к разным разрядам. Таковы могут быть частицы «ли», «ни». «В доме ни души», ну, никого, отрицательная частица. «В комнате не было ни души», усилительная частица. «Скажи, звонил ли кто-нибудь», вопросительная частица. «Зайдёт ли он сегодня, успеет ли?» частица сомнения. Всё сказанное позволяет сделать вывод. В языке нет неважных слов. Даже маленькие слова, какими внешне могут казаться частицы, играют важную роль в высказывании и требуют внимательного отношения к своему значению. Частицы являются необходимой составляющей частью нашей речи. Без них речь потеряет эмоциональность и выразительность. Я же прощаюсь с вами. До новых встреч в Доме Знаний.